Приветствую уважаемые зрители, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенькую серию по игре Кэтс. Наконец-таки сегодня записываю новое видео, я их не снимал целую неделю по причине того, что я заболел, но сейчас мне лучше и я вам могу рассказать о том, чего я добился за это время. Давайте пройдемся по лигам, я не помню на самом деле в какой лиге я был на момент последнего видоса, но сейчас я в серебряный, спокойно мог перейти в золотую полтора часа назад, но я решил остаться в серебряной в одном из следующих своих роликов, я вам расскажу почему, я не знаю когда точно выйдет этот ролик, но я вам расскажу собственно причину этого, почему я все-таки решил остаться в серебряной лиге. Сейчас я нахожусь на 14 этапе чемпионата, у меня все тут очень сложно, я сам знаю то, что я очень долго продвигаюсь по этим этапам, не знаю почему, блин, мне очень жестко не везет, сейчас я про это вам подробнее расскажу, но давайте скажу то, что с 12 этапа я перешел мгновенно, с 13 у меня вот первый ранг и по-моему я вот на вот этой вот тачке остановился в моем последнем ролике, либо же вот на вот этой, которая у меня на 10 этапе была, честно не помню на самом деле, но сейчас у меня новая тачка, давайте я вам ее покажу, вы наверное ее может быть уже где-то видели, ну может быть нет, может быть кому-нибудь понравится, просто мне очень нравится, как она очень жестко убивает, это очень красиво выглядит и на самом деле именно из-за этого я решил взять эту тачку, здесь стоит два реверса и один лазер, лазер я очень сильно прокачал, потратил, ну не знаю, 700 может быть тысяч, в общем-то вкачал в него практически всю атаку, все ящики с атакой, которые у меня были, даже не знаю сколько у меня их сейчас осталось, давайте посмотрим, так промотаем, эти ящики я вообще не использую, вот у меня остались обычные ненужные, ну их, ну у меня их на самом деле более-менее еще осталось, так что можно будет в этой серии что-нибудь тоже прокачать, потому что сегодня я планирую сделать новую тачку, вот собственно лазер у меня здесь прокачан, ну и проныра, у меня тут я немножечко воткнул сюда энергии, чтобы мне хватило для двух вот этих реверсов и этого лазера, давайте я вам покажу, что эта тачка умеет в бою, на самом деле она мне очень нравится, не всех конечно врагов выигрывает, но все же некоторых выигрывает, вот например как сейчас, и это смотрится очень-очень красиво, и именно это мне нравится, также ребята у меня практически 600 кристалликов, которые я скоро смогу потратить на гигантский супер ящик, и вот я у вас хотел спросить в комментариях, как лучше поступить, открыть вот эти вот ящички получается отдельно, ну тут видите 6 супер корпусов считайте, а тут 6 супер деталей, ну и в каждой по одной минимуму легендарной, вот, а здесь у нас 24 супер детали и 2 легендарные детали, но я могу ошибаться, но видите здесь написано именно детали, корпусов там нет, а мне нужны именно корпуса, так вот я не знаю как поступить, хочу у вас спросить, так что можете в комментариях мне написать, также тут есть какой-то гигантский ящик, с которого падают получается обычные 24 детали и 2 супер детали, вот, давайте сейчас по-быстрому сделаем ставку, потому что я хочу сейчас поменять свою машину и мне очень-очень срочно нужно это сделать, так, здесь у нас чувак, но мне кажется по логике все-таки это должен выигрывать, так что давайте сейчас мы найдем корпус с двумя дырками для оружия и мы его поставим на ставку, итак, ребята, я попил водички и мы продолжаем, просто у меня еще, ну не совсем прошло горло, из-за этого немножечко тяжело много говорить и приходится иногда останавливать запись, так, окей, смотрим, что у нас здесь, тут у нас титаны есть, мне какой корпус нужно, мне нужно, чтобы 4 или 5 вот этих вот военных звездочек было, потому что я планирую переходить на следующий этап, где у меня будут уже золотые детали, но корпус я все же хочу оставить старый, получается 5 или 4 звезды военных должно быть, потому что, ну, там будет гораздо больше энергии и я считаю то, что это очень-очень хорошо, так, здесь у меня есть легендарный катер, но, блин, это все для бигфутов, я еще хотел сказать то, что мне нереально жестко не везет в этой игре, потому что сколько мне не выпадало легендарных вещей, мне ни одного раза не выпало так, чтобы что-то было для атаки, что-то нужное, получается 100% какой-то вещи, мне выпадал один катер, но посмотрите какой он, это просто полный бред, я не знаю, почему мне так не везет жестко с этой атакой, но вот просто посмотрите, так, вот он, плюс 100 для жала, и посмотрите, где у него просто слот для оружия, это вообще просто, это просто какой-то бред, это тут любое жало просто не достанет до врага, это, ну, самый тупой и ненужный корпус, но он легендарный, и ничего с этим не поделаешь. Ладно, ребят, в общем-то, мы продолжаем, я прошу прощения за эти паузы, просто реально очень тяжело говорить, мне приходится постоянно пить воду, и, ну, я не хочу, чтобы меня канал простаивал, уже целую неделю нет видосов, все-таки я уже хочу, наконец-таки, снять видео, но это достаточно тяжело, из-за этого мне приходится очень часто останавливаться и пить воды, так что за это я прошу прощения, что будут у меня периодические паузы. Окей, давайте посмотрим, как я сказал, то, что у нас каких-то мощных катеров нет, так что мы давайте переходим уже к пронырам, проныр тоже нету, видите, только три звездочки вот такие, так что, ну, смысла ставить, как бы, ну, нет вообще. Давайте посмотрим дальше, там у меня пирамиды идут, я вот хочу рассмотреть валуные пирамиды, потому что я вообще ни разу не смотрел эти корпуса, но они, если честно, достаточно интересные. Ну, вот видите, тут у меня есть на, получается, 4 звезды и 16 у нас здесь энергии. Ну, это интересный корпус, мы его оставим на примете, и вот тоже такой же, но у этого хп на 400 больше, так что тоже интересненько. Здесь у нас для лазера плюсик аж три слота, но, блин, знаете, что в нем тупо? То, что, ну, вот такого вот у него нет слота для всяких ковшиков или тому подобное, но этого, к сожалению, тоже. Давайте посмотрим тогда дальше. Просто я хочу именно уже такой интересный корпус, чтобы у меня было два слота для оружия и один слота для какого-нибудь там ковшика, реверса, нитра, ну и так далее. Вот, давайте посмотрим пирамиды, может быть, все-таки что-нибудь есть у пирамид. Ох ты, а вот это вот интересный корпус, кстати. Блин, ну на нем тоже нету вот этого вот проемчика для ковшика или чего-нибудь подобного. Ну вот, я думаю, может быть, сегодняшняя серия именно его попробовать. Просто, видите, здесь не такой прикольный баф, так что, блин, я не знаю, честно, что с ним делать. Вот этот тоже интересный. Я даже не знаю, что поставить. Но этот я уже прокачать не смогу. Я сейчас ставлю на ставку для того, чтобы узнать, какой плюс будет у этого корпуса. Если будет плюс для ракетниц, то я продолжу прокачивать в ставках именно вот этот корпус, потому что это очень классная тактика. Я недавно что-то подумал, то, что почему бы не ставить, почему бы самому не прокачать какую-нибудь вещь до 100%. Потому что у меня тут есть три колеса, которые я всегда ставлю в длинную ставку, и они практически всегда выигрывают. Я еще не раз их не восстанавливал, и просто постоянно выигрывают, выигрывают и выигрывают. Вот, это очень прикольно. Они у меня там уже 60% каждый, так что скоро они у меня, наверное, легендарными уже станут. Вот. Так, давайте эту пирамиду, может быть, поставим или нет, блин. Ой, я даже не знаю. Ну давайте поставим. Тут энергии не так много. Ну, если что, я прокачаю. Давайте ставим. Надеюсь, то, что... Ой. А, бой уже состоялся. Вот я долго вот тут кашлял, и из-за этого бой уже состоялся. Ладно, что у нас тут за бой? Посмотрим. Кто куда, интересно, будет ставить. Ну, если этот поедет и оттолкнет так неплохо, то мне все-таки кажется, что вот этот победит. Ну давайте посмотрим, куда ставят большинство людей. Вот на этого ставят, как я думаю. Ну давайте поставим, и потом нам 5 минут придется подождать. Ох, ты сейчас самый конец. Листать, это вообще не классно. Ладно, по-быстрому листаем. И потом уже можно будет что-нибудь поделать, посмотреть на наших соперников в чемпионате. Я уже пару раз сыграл. Ну, еще раз вам покажу, кто там против меня, потому что ребята сейчас уже достаточно серьезные. Ну, кто-то, конечно, посмеется. Кто-то там уже на каком-то жестком этапе, уже подальше, чем я. Кто-то там уже престиж и тому подобное. Спасибо, кстати, за подсказки на моем ролике, где я не знал, типа, как этот чувак на третьем этапе уже в топе. Ну, действительно удивлялся, а потом узнал про престиж. Вот, конечно, очень интересная штука. Так что, извините, я не знал, но вы мне подсказали. Окей, ставим его. Надеюсь, мне вообще хоть какой-нибудь корпус нормально выпадет. И мы уже вот этот корпус, если мне не выпадет на него классный баф, мы его использовать не будем. Потом посмотрим какой-нибудь другой. Так. Еще, кстати, я хотел еще по поводу пирамид сказать. Здесь колес на пирамиды нет нормальных, потому что, видите, у меня здесь для валунов, для титанов, но для пирамид у меня практически ничего нет. Вот я, кстати, вам покажу сейчас три колеса моих, которые очень жесткие. Где о них их найти еще надо? Что у нас? Для катера плюс 100. Ну, тоже интересное колесо. Посмотрим потом, может быть, катер тоже можно будет рассмотреть. Но у меня пока что нет нормального катера, на котором было более-менее классное бы расположение для оружия и тому подобное. Вот. Где мои те колеса? Я их куда дел вообще? Ох, тут у меня для классики плюс 20. Интересно. Ну, классика у них как бы всегда только один слот для оружия, и вообще не вижу смысла использовать этот корпус. Ну, на моем сейчас этапе. Так, для проныры 100% для классики. Капец, все для классики, но сейчас ее использовать, ну, вообще не очень. У меня тут для проныры еще где-то есть 100, вот видите, 100%. Из-за этого я проныру хотел использовать. Но, видите, у меня там максимальный корпус для проныры всего лишь 3 звездочки. Это вообще не классно. Вот мои 3 колеса, которые я очень жестко на ставках прокачал. Они деревянные. Я вообще думал, типа, ладно, буду ставить эти колеса только ради того, чтобы, ну, ставки не проходили. Просто так буду ставить. И вот они у меня уже до 60 дошли. Они вообще у меня деревянные четвертого уровня. Ну, 40 хп у них, это вообще же бред. Но они такой жесткий плюс дают. Так что, ну, не знаю, очень прикольно. Так, здесь у меня для катера плюс. Посмотрим дальше, что у меня по колесам там. Так, 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 так. Можно будет вообще все это ненужное продать. Потому что, видите, ну, никаких бонусов нет. И этих вот железных у меня колес тоже полно. Их тоже нужно будет себе продать, чтобы я так не мучился, не двигал. Так, и здесь у меня что? У меня здесь есть крутое где-то нитро, если я не ошибаюсь. Где оно? Надо посмотреть. Вроде бы недавно мне выпало. Так, вот. А, или это реверс был? Ой, реверс точнее. Так, вот нитро у меня есть на 4 звездочки. Оно достаточно мощное. И реверс на 4 звездочки. Вот только я не понимаю, почему... А, у меня энергии не хватает, да, для него. А вот это почему я не поменяю? Надо было вот так вот давным-давно сделать. Так, реверс на 4 звездочки есть. И нитро на 4 звездочки. И вот ковш тоже есть. Ну, скорее всего, я буду использовать у себя нитро или ковш. Вот, потому что, ну, они мне, я думаю, очень хорошо так помогут. Ну, окей. Вроде бы я все посмотрел. Вот знаете, у меня есть колесо одно там. Оно получается Бигфут и для катера дает плюс 100%. А здесь для Бигфута катер дает 100%. Но это не особо сыграет мне на руку, потому что Бигфут всего лишь 200 хп. Так что, ну, это не особо классно. Окей, давайте ждем 40 секунд. Пока что можно сыграть быстрый бой и посмотреть там врагов в чемпионате. Вот, очень мне нравится, как все-таки стреляет мой вот этот вот транспорт. Очень прикольно. Вот, ну, просто я решил использовать его ради того, что мне нравится, как, ну, просто умирает от меня чувак. И это очень красиво выглядит. Так, ну, здесь я на седьмом месте. Этот чувак новенький у нас. Он, наверное, меня только что победил. Ага, нифига себе, 14 тысяч хп. Это просто капец. Я просто не понимаю, как эти ребята так прокачиваются. Но это реально жестко. Вот просто людям нереально везет. Им выпадают крутые легендарные детали, как раз, которые они используют. А мне один бред вот выпадает. Так что, блин, это на самом деле очень нечестно. Так, ну что у меня тут ставка-то? Ага, все, смотрим. Давайте посмотрим. Надеюсь, все-таки мы не прогадали. Потому что, мало ли, мне не повезло. Ну, вроде бы как, все хорошо идет, и мы сейчас победим. Отлично. Победили. И 1% для шкив. Класс. И это снова хп. Как меня это бесит. Вот я говорю, не везет, просто капец как. Ну, давайте посмотрим, что у нас сейчас. Здесь у нас чувак с ковшиком. У этого 7 и у этого 7. Ну, конечно, если этот его поднимет. Но я думаю, все-таки вот этот вот правый его поднимет и все-таки сможет выиграть. Так что, давайте еще какой-нибудь корпус интересненький найдем и попробуем поставить. Вот этот вот. Ну, тут такое тупое расположение колес. И всего лишь один слот, как обычно у классики, для оружия. Так что, не знаю. Здесь у меня для ракетницы. Вот я над этим корпусом, на самом деле, долго думал. Ведь, понимаете, он может так хорошо подкинуть, что, ну, против тебя, как бы, и никто выиграть не сможет. Но я не знаю, как этой классике хп много сделать. Вот что тоже интересно. Давайте сейчас попробуем с ней тачку построить. Просто ради интереса. Может быть, что-нибудь получится. Ракетница у меня вроде есть. Вот. Если что, ее можно будет как-нибудь жестко прокачать. Так, ну, я вот эту возьму. У нее урона побольше. Дальше мы возьмем нитра. Нитра у меня тоже есть классная. Не знаю, что из этой тачки, на самом деле, выйдет. Я не уверен в том, что она будет как-то жестко кого-то убивать. Но, надеюсь, хотя бы что-то из нее классненькое выйдет. Тут у меня для классики есть пару колес. Так что, мы сейчас их все используем. Вот это можно поставить. Ну, 692. Не знаю, посмотрим. И вот там у меня где-то было на 100 для классики. А может, вот это? Вот это лучше поставим. Ну, да. Намного больше плюс. Это очень хорошо. И где у меня там еще одно такое же колесо, только на 100%. И вот. Неплохо. 6000 хп у нас есть. Ну, и все. Вроде бы тачка полностью готова. Ну, не знаю. Что, посмотрим? Хоть кого-нибудь сможем убить? Ага. Ну, фиг. Одного мы не убили. Этого мы тоже не убьем. Но нам очень жестко не хватает в плане того, что мы должны... По идее, мы должны просто чувака поднимать. И он ничего нам не должен сделать. Но у нас так не получается по причине того, что какой-то у нас корпус не такой. Он не должен поднимать. Видите? Он как-то странно немного действует. Надо вперед колесо поменьше просто. Из-за этого все очень фигово. Да. Зря я радовался, что это какой-то супер крутой корпус. Мы даже тех чуваков, которых уже выигрывали, выиграть не можем. Так что не так уж это и классно. Ну, ладно. Все, я даже смотреть больше не хочу. Не очень. Этот корпус не очень. Блин. Ну, не знаю, что мне можно прокачать. Ну, тут плюс для ракетницы. Плюс у меня еще прокачано там. Можно просто какой-нибудь другой корпус, по идее, найти. Который тоже будет плюс давать ракетнице. Но только где его взять? Вот что интересное. И чтобы он был с кучей звездочек. Эх, как же все сложно становится. Особенно, когда тебе ничего классного не выпадает. Да. Все очень-очень сложно. Военные детали. Не знаю, на самом деле. Думаю, ребят, на этом моменте серию можно закончить. Потому что, ну, делать мне тут точно нечего. Снова мне придется ждать. Снова мне придется прокачивать эти детали. Я не знаю уже, как мне записывать серию. Потому что я не могу мгновенно переходить на следующие этапы. Мне реально жестко не везет с моей машиной. Мне... Я хоть что буду с ней делать. Она все равно не сможет убивать врагов. Вот. Ну, потому что тут явно у меня провал по всем параметрам. У чуваков там все легендарное. У них и урон увеличивается у каждой оружки в два раза. И хп увеличивается у корпуса в два раза. От каждого колеса. И потом еще там от дополнительного какого-нибудь ковшика. Я не знаю, как им так везет все это. Но мне вот, если честно, реально очень жестко не везет в этом плане. И я уже что только не перепробовал, уже замучился. Не знаю, сколько я уже этих сундуков и легендарных, и каких открыл. Не знаю, может быть, мне даже придется перейти в Золотую Лигу, чтобы открыть легендарный сундук. Из которого, возможно, мне что-нибудь классное выпадет. Но я на самом деле в этом вообще никак не уверен. Потому что, ну, это что-то невозможное, мне кажется. Вот. Вот, кстати, вот этот корпус, знаете. Ну, я потом в следующей серии протестю. Посмотрю, что он из себя представляет. Потому что, ну, у меня есть на него кое-какие догадки. Но это чисто хитрый такой ход. Так что там уже за счет атаки посмотрим. Ладно, ставим мою старую тачку, которая у меня была. Которая мне нравится. Как она классненько всех убивает. Ну, пока что других вариантов у меня нет. Если, конечно, вы мне можете в комментарии подскажите, что мне в моей ситуации делать. Потому что, ну, я реально застрял. Я реально застрял. Я не хочу переходить каждый этап, ожидая два дня. Я, потому что, хочу уже по-быстренькому там перейти в какую-нибудь уже, ну, золотую часть чемпионата. Чтобы у меня новые детали наконец-таки открылись. А не сидеть в этой, ну, очень долго уже. Действительно, я тут застрял просто. Вот. Ну, у кого какие подсказки есть, ребята, обязательно в комменты мне пишите. Я очень вам буду благодарен. Тем более, я все комменты стараюсь читать. Как только новый коммент появляется, я сразу обязательно читаю. Конечно же, стараюсь на все отвечать. Но некоторые, ну, просто странно. Я не знаю, как на них ответить. И из-за этого не отвечаю. Ладно. В общем-то, старую нашу тачку сделали. Давайте последний бой сыграем в этой серии. И потом я уже точно закончу. Этого чувака, я думаю, мы сможем выиграть. Да. Ну, я, конечно, так классно предугадал, когда мы уже выиграли. Я такой, сможем выиграть. Ну, ладно. Неплохо. В общем-то, эта тачка продолжает тащить. А вот этих чувачков я не знаю, как побеждать. Еще раз прошу же вашей помощи в комментариях. Потому что, ну, я думаю, то, что все-таки из моих подписчиков есть чуваки, которые меня уже давно обогнали. Я там видел то, что мне чувак писал то, что он вообще уже четвертый престиж. Так что, думаю, может быть, именно этот чувак мне сможет помочь. Ну, вы, наверное, все мои детали видели. Так что, у кого будут какие-нибудь догадки по какой-нибудь тачке, пишите обязательно в комменты. Все прочитаю. И кто поможет, будет суперкрутым красавчиком. В общем-то, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok